Всем здравствуйте! Вас приветствует Маруся на своем канале. Сегодня мы поговорим о таком лекарственном растении, как мята луговая. Где-то местами она встречается, где-то ее меньше. Но в основе своей мяты разновидностей очень много, и многие выращивают у себя буквально в саду. И сегодня мы немножко о ее полезных свойствах поговорим. Вот она, мята луговая, и она невысокая, примерно где-то до 30 сантиметров, но бывает до 40 вырастает. У нее вот такой вот стебель. Обычные, как у всех мят, листики идут вдоль стебля, двухдольные. То есть идут они на две стороны. И наверху выходит из пазухов цветоносы. Мята легко узнаваема именно потому, как мы ее, растирая в руках, понюхаем и чувствуем запах мяты. Мята луговая не имеет очень высокого содержания ментола, поэтому она не очень сильно пахнет. Она немножко отличается от других мят, допустим, садовых или тех, которых выращивают специально для производства ментола. Мята собирается во время цветения. Вот у нее началось цветение. Конечно, сейчас еще рановато, потому что только начало цветения. Но по идее уже можно собирать. В это время выделяется самое большее количество эфирных масел, которые дают эффект запахом мятного. Собираем растение. В начале июля он начинает свисти мята. Некоторые мяты начинают свисти только лишь в конце июля. Но это в зависимости, конечно, какая мята и где она произрастает. Поэтому она может и в начале июня, и в июле, и в августе цвести. Поэтому тут все зависит от вида мяты и где она произрастает. Она является хорошим спазмолетиком. Ее можно добавлять в сборы такие успокоительные, сочетать со зверобоем. Если приготовить зверобой с сушеницу и мяту, это очень хорошие будут успокоительные капли. Делаются они в настойку. Это и бессонница, и нервное состояние, особенно женщина при климаксе, когда есть раздражительность. Замечательные капли. Вот я советую приготовить настойку. Там немного нужно, там всего-то надо на пол-литра. Взяли небольшую часть полевой мяты, небольшую часть зверобоя и небольшую часть такой же сушеницы. Вот эту всю траву заливаем пол-литрами водки и наставим в течение примерно двух недель. И затем вот эта настойка очень хорошо используется в качестве успокоительного. Небольшими дозами, там примерно где-то столовая ложка на 100 мл воды выпивается. И особенно вот вечером. Она спокойной будет, не нужно ее днем пить, потому что днем все-таки нужно быть более взбодренными. А вот на ночь это очень хорошая настойка. Хорошо добавлять в успокоительные ванны, делать на пары. Хорошие действия. Вот мята идет для детишек, особенно когда детки очень вспыльчивые. Сама мята, она входит в состав всех успокоительных препаратов. Корвалу, волокардин, ну все, что сердечно связано или нервное, вот оно как раз в мятое входит. Потому что она действительно очень хорошо успокаивает. И раздражение снимает, и боли снимает. То есть, если вы, допустим, готовите сборы или применяете сборы при болях в желудке, почечных коликах, печеночных коликах, когда есть проблемы с кишечником, раздражение, мяту обязательно добавляйте в эти сборы. Потому что мята – это хорошее растение, которое снижает болевой синдром. Помогает снимать кожаный зуб. Вот сейчас укусы комаров, мошек, и всегда зудится кожа. Вот мята – очень хороший средство. Комары покусали, сорвите листочки мяты, и прямо эти укусы помажьте, и у вас зуб пройдет. А беременным женщинам полезно пить чай из мяты. У кого есть проблемы с позывами рвотными, тошноты, то есть, соответственно, вот с женщинами беременным можно небольшое количество, чуть-чуть вносится в чай, мятная вот такая добавочка. Она будет снимать вот эти симптомы. Полевую мяту хорошо добавлять именно в желудочные. Сборы она снимает боли. Сдутие живота, метеоризм, когда есть какой-то дискомфорт в животе. Ее, причем самое интересное, можно пить отдельно. Заварили, и этот настойчик пьем. Ее можно даже добавлять в сборы при снятии боли в горле. Вот если вы используете какие-то травы для ополаскивания рта, когда есть боль в горле, можно добавлять мяту. Очень хорошо делать из мяты мятное масло, мятный сироп, единицы мятные, можно сделать сухую мяту. Сахар мятный у нас, кстати, рецептик ехтит, и мы его оставим обязательно в конце видео. Видов мяты очень много. Любая мята хороша. Особенно самая лучшая, это, конечно же, мята ментоловая, которая у нас является перечной. Она очень много содержит ментоловую. В основе ее выращивают у нас в садах, в огородах. Полевая мята или луговая мята, они все-таки встречаются больше у нас в дикой природе. И немножко отличаются. Ну, а на этом, если вам была интересная информация, поставьте пальчик вверху. Не забудьте подписаться. Всем до новых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok